Добрый день, уважаемые коллеги! Это еженедельный андверд компании Техмил и с именем Артура Диатулин. По нефтяным ценам мы сегодня наблюдаем сильное снижение. Цены продолжили движение вниз, которое они взяли еще на прошлой неделе. Интенсивные продажи начались с уровня 80 долларов за баррель. После того, как стало известно, что Саудовская Аравия и Россия не хотят допускать очередную уступку американской стороне в плане добычи. Эта уступка имеет в виду потенциальное снижение иранского производства. Поэтому министр нефти Саудовской Аравии Альф Алих рассказал медиа, что он пытается договориться с Россией, точнее обсуждает с Россией возможные перспективы повышения производства. Однако пока что никаких конкретных данных нет. Однако тот факт, что уже появилась сама эта новость, то, что чиновник допустил такую вербальную интервенцию, говорит о том, что цены действительно достигли очень высокого уровня. Выглядит на самом деле перекуплено, несмотря на сообщения о повышении американского производства. И поэтому они должны были скорректироваться. И удобным уровнем для этого стал уровень 80$ за баррель, даже немного выше. Цены у нас уперлись в нижнюю границу восходящего канала. Как раз таки он проходит через уровень 75$ за баррель. Однако резко ухудшивающийся новостной фон говорит о том, что данные продажи еще не пределы. Цены могут уйти еще ниже. Что касается валютного рынка, то пара евро-доллар неожиданно взлетела. С начала азиатской сессии в понедельник на более чем 0,5% открылась у нас с гэпом. И поднялась выше уровня 1,17. Отступила она от уровня поддержки 1,1650 примерно по британской валюте. Она также отыгрывает потери против доллара. И поднялась выше уровня 1,33 и прибавила 0,3%. Товарные валюты, такие как новозеландский доллар и австралийский доллар, смогли восстановиться против американской валюты. Кроме канадца, который изменился незначительно. Итальянский кризис значительно влияет на европейскую валюту, так как популистские партии, извоевавшие голоса избирателей, отказываются формировать правительство с нынешним руководством. Накопившийся государственный долг в размере 130% от ВВП имеет несколько путей погашения, в том числе такие болезненные, как сокращение госрасходов и отсрочивание пенсионной реформы. Однако популисты не хотят изматывающих переговоров, видят решение в манипуляции европейским руководством, озабоченном сохранением целостности ЕС, чтобы последние простили им этот долг. Однако в воскресенье 81-летний экономист Павел Савона, опытный чиновник правительства в 90-х годах, и активный евроскептик сейчас был отклонен в качестве министра финансов президента Моторелли, что вызвало ралли облегчения на рынке, который мы как раз-таки сегодня видим у нас по парам фунт-доллар и евро-доллар. К тому же сам Савона смягчил свою позицию относительно места Италии в еврозоне, заявив, что он хочет другую Италию, в еврозоне более сильную и равноправную, да и европейская валюта не такая уж плохая на самом деле. Единая монетарная политика, наряду с отсутствием почной торговли, является одним из экономических стопов интеграционных процессов в еврозоне, и, соответственно, любая угроза нарушению целостности ЕС, это прежде всего удар по репутации евро. Очищение политического ландшафта от политиков, активно ратующих за выход из еврозоны, имеющих опыт работы в правительстве, это одновременно и хорошо, и плохо для евро. А разница, конечно же, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Хорошо это с точки зрения устранения именно неминуемых угроз, как мы сейчас и наблюдаем, ведь если сейчас популистам некого протолкнуть в правительство, им придется начать торговаться. С другой стороны, долго торговаться не получится, ведь правые партии уверены в своей поддержке, они могут усиливать патовую ситуацию, могут и что будет форсировать проведение новых выборов. И в случае победы популисты-центристы могут и вовсе лишиться своих властных полномочий. Но и могут не лишиться, если произойдут сдвиги в предпочтениях избирателей, потому что следующие выборы могут произойти только в сентябре-октябре. И если эти сдвиги произойдут, популисты могут лишиться мест в парламенте, и поэтому они тоже рискуют. И поэтому сейчас для них менее опасная консервативная борьба, она тоже небезразлична, и поэтому пока остается на первом месте, что мы как раз-таки наблюдали из заявлений популистов в воскресенье. Борьба за власть рискует перерасти в затяжной конфликт и стать хронической болезнью евро. Отскок единой валюты в понедельник, отнутая ставка на предотвращение угрозы или какой-то проблеск оптимизма, всего лишь передышка. Это больше похоже на фиксацию прибыли, перед тем, как тучи станут снова сгущаться для евро. Рост британской валюты хоть и менее выраженный, чем евро, то есть она подросла всего лишь на 0,3%, в то время как евро провел в два раза больше, объясняется успехами соседа во временном подавлении политического конфликта в Италии. Еврозон является основным торговым партнером, на долю ЕС приходится почти 44% импорта Великобритании, поэтому целостность еврозоны и сохранение евро в качестве единой валюты означает сохранение перспектив торговли, хоть и сделка по Brexit еще до сих пор не была достигнута. На прошлой неделе вышли данные по потребительской инфляции в Великобритании, которая замедлилась до 2,1%, хотя концепцию прогноза составляла до 2,2%. Замедлилась она потому, что инфляционный импульс от слабого фунта был растерян, после того, как валюта у нас поднялась до уровня 1,40% в апреле, и затем резко снизилась на комментариях Карни. Вот на прошлой неделе Марк Карни еще провел два выступления, в которых еще раз подчеркнул риски Brexit, нависшие над экономикой Великобритании. В частности, это отсутствие соглашения по доступу, независимо Англии, на единый рынок ЕС и неуверенность в основном рынке сбыта, что сдерживает инвестиции и расширение найма английским бизнесом. Низкие ставки необходимы для уменьшения стоимости заимствований, так как долгое ожидание предпринимательской среды, то есть их выжидательная позиция, она создает риск ранней смены фазы инвестиционного цикла, то есть повышательной на понижательной, что чревато переходом в рецессию. В четверг интересными данными по Великобритании станут кредитная активность, вот на этой неделе, в четверг, это будет кредитная активность в жилищной сфере, данные по денежному продолжению, хоть они и выступают менее значительными показателями по экономике Великобритании. Также это в среду индекс GFK потребительского оптимизма, который у нас составил минус 9% в апреле, в маркетингу минус 7%. Как видите, снижение оптимизма потребителей в Великобритании продолжает происходить, но сейчас консенсусный прогноз составляет минус 8%, то есть небольшое снижение потребительской неуверенности. По паре фунт-доллар у нас прогноз на снижение остается актуальным, однако фокус паре смещается на американский доллар. На этой неделе доллары ждут данные по потребительскому оптимизму. во вторник ключевой показатель у нас прогнозируется на уровне 128 пунктов, но примерно остается на том же уровне, как и в прошлых месяцах. Это также данные по ВВП за первый квартал. Как видите, у нас ключевой показатель ожидается на уровне 2,3%, в то время как расходы прогнозируются на уровне 1,2%, в то время как Core PCI, то есть расходы потребителей в экономике, прогнозируются на уровне 2,5%, то есть измерение ВВП с точки зрения расходов прогнозируется на уровне 2,5%. В пятницу у нас, первая пятница месяцев, у нас ожидается данные по безработице, а также по оплате труда, это отчет NFP. В целом, как видите, у нас очень насыщенная неделя. Инвесторам будет представлена серия данных для анализа, которые они попытаются собрать в одну картинку. Доллар не выглядит у нас сейчас перекупленным, особенно на фоне относительного успеха в переговорах с Китаем, ну, то, что хотя бы они не ввели тарифы против друг друга пока. Это стабильные переговоры и подготовка к саммиту Северной Кореи, а также политика нейтральности ФРС, которая заявила, что будет себя чувствовать комфортно, с инфляцией, которая временно будет превосходить ключевые 2%. Также важными данными на этой неделе станет оплата труда в пятницу, как я уже сказал, вместе с новыми местами, которые появились в экономике США. Так как для ФРС интересны эффекты дохода домохозяйства от повышения оплаты труда, и инфляция вызвана повышением издержками. Как раз-таки это также связано с повышением оплаты труда. В апреле у нас инфляция потребительская, то есть измеритель Core CPI замедлился до 2,1%, что не оправдало ожидания аналитиков. Концентус прогноза у нас состоял 2,2%, что немного разочаровал инвесторов. Как я уже ранее рассказывал в своем предыдущем материале, это скорее всего произошло из-за резкого повышения обмена курса доллара против других валют, что как раз-таки вызвало удорожание импорта, и поэтому замедлило в инфляцию. Волатильная неделя обещает индекс доллара на уровне 95 пунктов и с низкими шансами на резкое ухудшение ожиданий. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в среду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!